Не допустить возникновения пожаров. Сейчас это главная задача для Сочи. Нацпарку рекомендовано ограничить посещение туристами их территории и вести круглосуточный мониторинг лесного массива. Также во всех районах курорта должен производиться обильный полив деревьев, кустарников и палисадников. Чтобы не пришлось тушить огонь, его лучше не допускать. Поэтому глава города поручил создать специальную мониторинговую группу с участием глав районов и службы спасения. В работу включится и недавно назначенный на должность руководителя управления гражданской обороны Александр Агафонов. Принять все меры к тому, чтобы не было пожаров – это задача задач. Естественно, что есть мое постановление, которое ввело режим особой пожароопасности. Кроме этого, этим же моим постановлением дана команда о создании дружин. И дружин не только, которые примут меры по тушению, нераспространению огня, но и эта дружина должна мониторить круглые сутки. Еще одна группа по поручению Анатолия Пахомова создана для контроля за мусором. Его в связи с большим количеством гостей увеличилось по сравнению с июнем в четыре раза. Но несмотря на это, как отмечают эксперты, остается город чистым. Контейнерные площадки пустые. Все сложности по вывозу мусора из города позади. С сегодняшнего дня заработал полигон в Белореченске. Это позволит в ближайшее время ликвидировать все временные площадки для сбора мусора. Кроме того, наш курорт благодаря активной работе депутата Куздумы Константина Затулина включен в проект «Чистая страна». В его рамках в России построят шесть современных мусороперерабатывающих заводов. Четыре в Московской области, по одному в республике Татарстан и Сочи. Реализация экологически безвредной мусоросортировочной станции – вопрос времени, а также территории. Решено задействовать и участок мусоросортировочного завода рядом с ТЭЦ. Компания ТСМ сейчас находится в стадии банкротства. «Нам во что бы то ни стало, надо сдать в эксплуатацию мусора сортировочную станцию в Лазаревке. Это понятно. Во что бы то ни стало, она нам нужна, чтобы нормализовать систему в работе с мусором. Это первая задача. И вторая задача – это в аренду взять, вот вывезем с ТСМ и у арбитражного управляющего взять в аренду. И тоже она у нас будет мусора сортировочная станция». На планёрке также обсудили бюджетную часть города. Все расходные обязательства выполнены, и городская казна активно пополняется, перекрывая при этом налоговые недочёты. И чтобы впредь экономическая составляющая города была положительной, в работу активно должны включиться налоговики, особенно в части продажи патентов малым средствам размещения. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.